Вы думаете, что деньги не пахнут, но у валюты свой специфический запах. Можете любую банку открыть и понюхать. Как пахнут доллары, евро, шейкели и форенты, узнали юные посетители Центральной таможни Кинологического центра ФТС России. В рамках спортивно-оздоровительного праздника, посвященного Дню таможенника, для детей здесь провели экскурсию. Они также увидели имитаторы запахов наркотических и взрывчатых веществ, которые могут перевозить в багаже контрабандисты. Именно с помощью таких имитаторов кинологи обучают служебных собак обнаруживать запрещенные к перевозке вещества. Детям также показали, где именно могут прятать опасный груз. Делают как заводское, все так же упаковывают, но при таможенном контроле, когда собака ищет, все это находит. Ребята увидели, в каких условиях содержат служебных собак, как за ними ухаживают и тренируют. Детям рассказали, что у каждой собаки отдельный вольер, а водные процедуры, кормление, сон и отдых – все по графику. Сейчас мы видим, как проходит тренировка собаки и приучение ее к транспортной багажной ленте. Это делается для того, чтобы собака не боялась запрыгивать на ленту и беспрепятственно могла искать наркотические средства. Тренировки у служебных питомцев разнообразные. Спортзал есть не только у людей. Здесь, в кинологическом центре, собак обучают на таких беговых дорожках, для того, чтобы собака стала физически выносливой. Участников экскурсии провели по музею кинологического центра, рассказали о его истории и происхождении некоторых экспонатов. Ребята познакомились с фотовыставкой и посмотрели показательные выступления по поиску и обнаружению запрещенных веществ. Праздник продолжился спортивными соревнованиями – главным событием дня. От имени главы городского округа Андрея Булгакова к присутствовавшим обратился его заместитель. Приятно осознавать, что вы большое внимание уделяете не только учебе, но и спорту. Тем самым пропагандируя здоровый образ жизни и формирование позитивных жизненных установок. Мы проводим с вами, ставшим уже традиционным детским спортивным праздником. Я вас всем поздравляю с этим событием. Хочу пожелать всем позитивных эмоций, хорошего настроения. Я хочу завернуть всех, что по итогам у вас проиграться не будет. Все получат медали и свои дипломы. В соревнованиях принимали участие дети сотрудников разных силовых структур и таможенных органов Московского региона. Первым заданием стал выбор для сборных креативных названий. Ребята разделились на команды «Пламя», «Бульдоги», «Веселый хвост» и «Таксисты». Всего провели шесть состязаний – «Переправа», «Пингвин с мечом» и другие. Ребята и их родители активно болели и поддерживали друг друга. Результаты конкурсов оценивали судьи. В этой таможне работают мои родители. И мы приехали сюда, чтобы победить. Мы первый раз здесь. И я смотрю первым взглядом, и мне очень нравится. И отношение к малышам, и отношение к более старшим детям. Все замечательно. Наша задача – это мало того, что, конечно, развитие спорта в нашей стране, чтобы наши дети росли здоровыми, крепкими, подготовленными ко всем невзгодам. Ну и чтобы они увидели, как работаем мы, как работают наши собаки. И, возможно, кто-нибудь из них захочет стать кинологом и вернется к нам работать и продолжать службу. Всем желаю только победы. Конечно, победители, бывают победители, бывают немножко уступившие победителям. Но на наших соревнованиях побеждают все. По итогам соревнований первое место заняла команда «Веселый хвост» – дети сотрудников центральной таможни. Без грамоты подарков не остался никто. Детский праздник – это азартные эстафеты, это воля к победе, это познавательная экскурсия по территории нашего центра, это увлекательные выступления специалистов-кинологов со служебными собаками. Вы видели, сколько здесь было азарта, сколько целеустремленности. Победили сильнейшие, но, уверен, довольными остались все. По окончании соревнований ребята фотографировались, играли с собаками и восстанавливали силы в столовой. Их угостили настоящей солдатской кашей. Анна Приенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.